В этом видео мы разберем с вами, что такое Executive Coaching, для решения каких запросов он подходит и как выбрать подходящего коуча. А также я расскажу о том, как можно поработать с одним из коучей бизнес-школы Сколков. Итак, что же такое коучинг? Так, существует много определений, но самое близкое мне – это определение Дэвида Клаттербака. Executive Coaching – это помощь в решении профессиональных задач путем глубокого диалога. Есть и другое определение. Коучинг – это совместный систематический процесс, сосредоточенный на поиске решений и достижении результата. В ходе этого процесса коуч помогает клиенту в самостоятельном обучении, личностном росте и достижении целей. Как вы видите из определений, это в любом случае процесс, который направлен на поиск решений и достижение результата в определенной области. В коучинг приходят как с оформившимися запросами, так и в случаях, когда у человека есть неудовлетворенность текущим положением дел. Он чувствует, что надо что-то поменять, но сам запрос сформировать не может. Зачастую, если человеку понятна задача, сама цель, то он находит пути реализации и мотивацию для продвижения. Коучинг точно будет полезен, если у вас есть какой-то затык, какое-то существенное препятствие, которое не позволяет двигаться дальше. Почти в каждом случае декларируемый запрос и истины, которые в итоге находят с коучем вместе, отличаются. Коуч хорош тем, что он не является частью системы клиента и может показать ситуацию объемно, со стороны, что помогает выйти на правильные для клиента выводы и главное – действия. Вот несколько примеров самых частых запросов. Как видите, тема может быть очень разной, но одно совершенно точно – результат может быть измерим. В нашей практике экзекютив коучинга в Сколково мы успешно работаем с карьерными, управленческими запросами, запросами, касающимися целеполагания, ресурсов, сложными лидерскими развилками и многими другими. Кто же правильный коуч для меня и где его найти? Инструмент работы коуча – это его личность. Для того, чтобы работа с коучем прошла максимально эффективно, необходимо подобрать коуча соответствующего калибра и масштаба личности. Такое бывает, что начали работать и возникает понимание, что разрыв слишком велик. Возрастной, профессиональный, либо напротив, уровень недостаточен. На рынке вы можете найти очень разных коучей в разной ценовой категории. При этом всегда встают вопросы, как выбирать, с кем я точно добьюсь результата, какая школа более эффективна. На мой взгляд, работает два подхода в выборе. Первый – это формальный. Бренд, школа, в которой работает коуч, наличие сертификата, как давно в профессии, сколько подтвержденных часов коучинга декларирует коуч. Также важна отрасль, в которой он работает, индустрия, управленческий уровень. Это важно для соотнесения вашего запроса и возможности конкретного коуча. Неформальный. Рекомендации тех, кому вы доверяете. Все очень индивидуально, но можно прислушаться к рекомендациям того, чем мнение для вас правда важно. Это как с врачом, я пойду к тому, кого назвали минимум два моих близких человека. Доверие – это очень важный аспект выбора. Одно я могу сказать точно. Работа с коучем должна быть максимально полезна и безопасна для вас. При выборе коуча все-таки важно быть уверенным в том, что этот профессионал достаточно квалифицирован и опытен в данной профессии. Как и в любой деятельности, наличие образования, рекомендаций и доброй репутации является очень важным. Пожалуйста, проверяйте надежность того, с кем вы собираетесь работать. Как понять, нужен ли мне коуч? Я убеждена в том, что если вы рефлексирующий человек с высоким уровнем осознанности, то у вас есть вопросы и к себе, и к окружению. Можно ли справиться самому? Конечно. Обязательная ли помощь коуча вовсе нет? Как понять? Попробовать? Первая chemistry session бесплатная. За 30 минут можно понять, хочу ли я работать с этим коучем, и надо ли мне в принципе работать над моим запросом. Вполне возможно, что нет. Окончательное решение за вами. Если вы понимаете, что работа с коучем будет для вас полезной, то есть простые несколько шагов, которые мы поможем вам сделать для начала движения к намеченной цели. Просто выберите удобное время для нашей встречи по ссылке и ответьте на несколько вопросов в анкете, чтобы наш разговор был максимально содержательным и полезным. Есть известная китайская пословица. Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. Надеюсь, что вы готовы сделать свой первый шаг в новом, важном для вас направлении. Субтитры подогнал «Симон»!